Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос, как мне показалось, такой достаточно жизненный. Вот, собственно, именно поэтому я и решил на него сейчас ответить. После того, как мне приснилось, что мужчина мне помог не упасть с лестницы и подал мне руку, я написала в тот же день после этого сна и поздравила знакомого с днём рождения. Завезался разговор, я рассказала о своих финансовых проблемах, он мне отправил деньги, мило пообщались, он обещал помочь мне с работы и позвонить на следующий день. Но чури не свершилось. Пишет, что очень много работы и обещания не выполнил. Прошло уже два дня, человек будто пропал. Вопрос, зачем мужчина отправляет деньги и обещает решить все вопросы с работой и просто исчезает. В чём смысл? Спасибо. Смысл в том, аноним, что мужчина ситуативно, это вот очень важно понимать, именно ситуативно мужчина удовлетворяет свою потребность в том, чтобы почувствовать себя, ну, вот, как бы мужчиной, да? То есть это именно вот такая ситуативная история к, ну, вот, к сожалению, да? Можно вот констатировать сейчас, да, что, к сожалению. Такой получается как бы ситуативный аспект здесь. Когда мы вот говорим о том, что человек не на постоянку как бы решает, вот, вам помогать, да? А человек как бы, ну, в этом смысле он именно вот что ситуативно делает, ну, вот, ну, в данном случае вот такие действия. Да, то есть, как бы, ему вот это было нужно, ну, возможно, вот, в этот момент ему это было нужно. То есть мы этого, понятное дело, сейчас не знаем. То есть мы не знаем того, как вот на самом деле обстоят, могут обстоять дела. Мы не можем знать, что у человека, ну, в этом смысле, в голове. Мы не знаем, что у человека сознание. Вот. Ему было важно, вот, для него самого, вот, в этой ситуации вот себя, так скажем, ну, проявить, вот, в таком ключе себя. Вот, что он их сделал. То есть мне важно в определенный момент времени показать, что я, ну, вот, я мужчина. Да, я мужчина, я могу тебя поддержать. Может быть, под наплывом каких-то чувств он это сделал. Может быть, под воздействием своего какого-то состояния он это сделал. Может быть, что-то еще. То есть тут на самом деле вариантов может быть очень много. Но важно понимать, важно понимать, как мне кажется, что вот это больше именно вопрос такой, знаете, именно ситуативный. А у вас появилось, как бы, ожидание, что он решит все ваши проблемы. При том, что происходило это после того, как вам приснилось, то есть вы находились так же в определенном состоянии, вот, который, ну, на мой взгляд, скажем так, не совсем, не совсем предполагало факт того, что существует реальный человек, существует реальный человек, у которого, ну, вот, будут какие-то свои, скажем так, ну, свои какие-то, значит, трудности, свои какие-то особенности, вот. Мне кажется, что злую шутку с вами сыграло то, что вы находились под впечатлением своего сновидения. Сновидение здесь, оно ведь вам дало определенный заряд. Оно вам дало определенный заряд, в том числе заряд такой вот, знаете, ну, психоэмоциональный заряд. И вы, как бы, ну, естественно, вот подумали, наверно, наверно, ну, вот, в определенный момент вы подумали, что вам действительно помогут. Реальный человек, он оказался, вот, ну, несколько другим. Да, реальный человек, он оказался несколько иным. Реальный человек, он, все-таки, вот, несколько иначе воспринимал и вас, и вашу ситуацию, не имея ни малейшего представления о том, что он, что, ну, что, как бы, вы от него что-то ждете, вот. Что бы я еще сказал в этом контексте? Это то, что, ну, почему-то, несколько странным кажется то, что вы ждете, ожидаете помощи от знакомого вам мужчины. И, ну, как бы, помощи такой, достаточно серьезной. То есть, если, если, например, мы говорим о том, что вам, ну, вот, там, денег, да, грубо говоря, денег вам, ну, присылать, да, то есть, ну, чтобы он вам прислал денег, вот. То это, конечно, еще ладно. Но помощь, которую вы описываете в этом смысле дальше, это, конечно, уже помощь более серьезная. И, на мой взгляд, как бы, ну, просто знакомый, да, он не будет такой помощью заниматься. Вы же почему-то от него такой помощи как будто бы ждали. И, на мой взгляд, это вас, в общем и целом, ну, как мне кажется, вас это и привело. Потому что ожидачь помощи можно, а вот надеяться на помощь, надеяться, именно, именно надеяться на помощь, я бы сказал, что, ну, наверное, нет. Потому что лучше все-таки рассчитывать, наверное, на свои силы, вот. Ну, опять же, да, это вот исключительно, как бы, такая моя позиция здесь, то есть вы можете с этим не согласиться. То есть это история про, я бы сказал, про то, как вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с мужчиной. А, в принципе, ну, вот, в принципе, да, то есть. Вот это, мне кажется, история про это, на мой взгляд. Хотя, конечно, тут могут быть разные моменты, вот. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы как-то, ну, вот, отдавали себе отчет, да, ну, как минимум, чтобы вы отдавали себе отчет, в том, какого рода отношения вы выстраиваете с людьми, вот, что вас, ну, что вас окружают. Вот, потому что, если вы, если вы хотите помощи, если вы хотите, ну, рассчитывать на помощь, то, наверное, наверное, отношения лучше было бы выстраивать такие более плотные, да, чтобы вам, ну, чтобы вам хотелось помогать. А, вот, то, что вы описываете, ну, вот, к сожалению, выдаёт такую историю, что, ну, помогать вам, ну, вот, ну, кому-то, да, то есть, вот, в данном случае, можно сказать, вот, мужчине, вероятно, не хочется, не хочется. То есть, вы ему, как бы, ну, не настолько близки. А, эээ, оказались. Вот. Вы ему оказались не настолько близки. Вы для него оказались не настолько близки. вот к к сожалению и в общем-то на мой взгляд подобная ситуация она хоть и является такой вот неприятной да, то есть ну может быть вы рассчитывали да, может быть вы надеялись да, может быть вы как-то ожидали но чтобы вот не было такого разочарования, да, вот все-таки мне кажется что имеет смысл здесь более тщательно может быть подходить к вопросу того, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужчинами вот то есть чтобы не было таких вот историй, да и ну вот вам может быть показать это немного странным но лично у меня возник такой вопрос вопрос, а почему почему мало знакомый человек, да должен вам помогать почему вы верите обещаниям мало знакомого человека и так далее то есть ну вот как получается так как получается так что вы вот верите обещаниям мало знакомого человека человек вот то есть не слишком ли здесь вы доверчивы и так далее например да, может быть вы попали в тяжелую в тяжелую в тяжелую жизненную ситуацию но в таком случае мне кажется что большое значение имеет ваше, ну, защищенность то есть я имею в виду вот что я имею в виду под эм эм под защищенностью то есть гарантию вот я имею в виду гарантию то есть чтобы у вас гарантированно была помощь вот понимаете, да о чем я здесь говорю вот пожалуй такой вот здесь момент то есть к сожалению ну можно к сожалению можно констатировать вот такой факт да что вам ну не должны ничего вот и можно констатировать факт что если вам например не должны ничего то соответственно мужчина так себя ведет вот если бы вы были ну как бы ближе друг к другу если бы вы были более близки то ситуация была бы другой вот понимаете, да ну и наверное наверное нужно особо как-то отметить что с точки зрения психологии да свои проблемы человеку желательно решать самому вот понятно что есть разные разные ситуации вот вне всякого сомнения понятно что бывают разные жизненные условия вот вне всякого сомнения понятно что ну человек может не справиться сам вот то есть это все на мой взгляд понятно и я надеюсь очень надеюсь на вот какое ну я надеюсь на понимание вашей стороны да я надеюсь на то что вы отнесетесь с пониманием к тому о чем я говорю вот и не подумайте что я в чем-то в чем-то вас в данном случае обвиняю ни в коем случае вас не обвиняю я просто пытаюсь в данном случае осветить вот все факты вот и мне просто по-человечески да несколько неприятно в данном в данном случае то есть что вы себя ну по сути дела ставите в зависимость от мужчины вот то есть ну поможет не поможет да там грубо говоря сизволит не сизволит помочь вам вот То есть, если поможет, да, то вот все, мои проблемы решатся, а если нет, то как я буду жить, да, и так далее. Вот тут, тут вот, конечно, не очень все это, ну, очевидно, скажем так. А хотелось бы все-таки, ну, больше гарантий для вас, вот, хотелось бы, чтобы вы были более защищенные, вот, и хотелось бы, наверное, чтобы вы на такие случаи, вот, неприятные, да. Ну, учились, 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 это очень важный момент, учились самостоять, самостоятельно решать свои проблемы, вот. Хоть я и прекрасно понимал, что не все проблемы можно решить самостоятельно, к сожалению. А, вот, вот как-то так. А, что касается смысла, еще скажу, немножечко. Смысла может вообще не быть, в том смысле, что может, вполне может такое быть, что человек, человек, ну, просто вот вообще, как бы, ну, бессмысленно это сделать. То есть, ну, никакого, вот, смысла, нет. Вот. Для него в этом. А у вас ожидания. И сейчас, из-за того, что вам сложно признать, что ваши ожидания не оправдались, вам обидно, вы пытаетесь это объяснить. Вот. Вот. Вероятно, это вас задело. Вот. Ну, и хочется сказать, да, что вот, немножко под вопросом, искренность вашего поздравления знакомого. Ну, потому что, если вам сон не признается, да, вы бы его не поздравили. То есть, тут, может быть, мужчина как-то заподозрил, что вам от него что-то нужно. Ну, на этом все. Всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.